На портал Экзогет поступил вопрос, почему я родился в бедной семье? Наверное, этот вопрос автором сначала адресовался Господу Богу напрямую, но поскольку, наверное, ответа не поступило напрямую, автор написал сюда, на портал Экзогет. Вообще, я сейчас попробую ответить на этот вопрос. Удивительно, что то время, в которое мы живем, оно особенное именно такого рода вопросами. Когда люди спрашивают даже более серьезные вопросы, почему я родился мальчиком, а не девочкой, слава богу, почему я родился в России, а не в Китае. Слава богу, они пока не спрашивают, почему я родился в 20-м или 21-м веке, а не в 15-м. Почему этот вопрос именно свойственной современности? На протяжении всей тысячелетней истории человечества этот вопрос фактически никогда у людей не возникал. Люди рождались, жили в полном понимании того, что это то, что им дано, и так оно и есть. То есть люди не выбирали, у них не было выбора, по сути дела. Если ты родился в семье кузнеца, то, скорее всего, твой дед и прадед были кузнецами, и ты, и твои дети тоже пойдут по этой части. Невозможно было поменять не то, что там страну проживания, обычно там, не знаю, может, деревню еще меняли, выходя замуж или женясь, но и то в пределах там одного района. То есть люди фактически в своей жизни ничего не выбирали, даже невесту или жениха они, по сути дела, не выбирали, за них это делали их родители, да и то, в общем, это было не то, что свободным выбором, а это было некой необходимостью, лучшим из каких-то возможных вариантов. То есть жизнь была устроена в сознании человека, да и в реальности, таким образом, что он просто принимал то, что ему посылается. Мы с вами, ну, начиная, может быть, там, реально с середины прошлого века, можем выбирать достаточно многое. Как я уже сказал, сегодня даже дошло до того, что люди пытаются там пол свой выбирать и изменять, и уж о том, чтобы выбрать или изменить профессию, страну жительства, веру, это уже, в общем, стало обыденностью, люди выбирают многое, и поэтому они задумываются гораздо больше, чем раньше, а почему вот начальные данные у нас разные, почему, в данном случае, автор вопроса спрашивает, почему я родился в бедной семье? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Священное Писание наполнено словами о том, что родившись в бедной семье, собственно, вы ничего не потеряли. Ну, например, можно такие слова привести о том, что «не бедных ли мира сего избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые он обещал любящим его, а вы презрели бедного». Или во второзаконии сказано «нищие всегда будут среди земли твоей». Вот, а уж слова про то, что трудно богатому войти в царствие небесное, и про верблюда, которому удобнее пройти сквозигольные уши, я думаю, знают даже неверующие люди. То есть Священное Писание подчеркивает, что бедность не только не является препятствиями на пути человека к Богу, но скорее богатство является таковым препятствием, поскольку трудно богатому, и Господь уточняет надеющимися на богатство эти в царстве Божии. Если же попытаться ответить не словами Священного Писания, а попытаться подумать, почему Господь действительно дает людям очень разные стартовые условия, то мы увидим, что жизнь человека, она дается ему целым пакетом. То есть, знаете, как вот те, кто люди постарше, были к праздникам подарочные какие-нибудь наборы. Или, например, ты приходишь в современный магазин, там акция. Вот возьмите три, и тогда заплатите как за две. Вот, то есть вот тебе предлагается некий пакет, в котором одно, второе, третье, что тебе нравится, что тебе не очень нравится. То есть, так же, как в праздничных наборах, в былые времена люди ценили какую-нибудь сырокопченую колбасу, и ради нее покупали этот праздничный набор. Но при этом там могло быть что-то не очень-то нужное им, но все равно приходилось брать. Вот, то есть нам приходится брать от Бога жизнь в том виде, в котором она нам посылается. Например, ты беден, но у тебя, я не знаю, хорошие родители. Или наоборот, тебе не повезло с родителями, зато у тебя хорошее здоровье. Или тебе посылаются прекрасные там друзья, или тебе дается образование, но не дается там чего-то еще. Мы просто смотрим на других людей и видим, что у них есть то, чего хотелось бы иметь нам. Как у ребенка это бывает. Вот, а почему у Васи родители подарили такой новый крутой там электрический самокат? А у меня даже простого самоката нет, потому что мои родители бедны. Но если вы внимательно присмотритесь к жизни этого Васи, да, у него есть новый электрический самокат. И да, наверное, он отдыхает с родителями в летние каникулы там, где, в тех местах, о которых мы можем только по телевизору посмотреть. Но наверняка в жизни этого Васи есть много чего, что вы ни за что не захотели бы иметь в своей жизни. Более того, у него нет того, что для вас является простой обыденностью. И это действительно важно понимать, что условия разные не только в чем-то одном конкретном, но и в целом. Кроме того, важно помнить, что несмотря на то, что стартовые условия могут быть разными, точно так же, как сказано, что трудно богатому выйти в Царствие Небесное, точно так же люди, привыкшие к хорошему достатку, например, гораздо меньше стремятся в жизни добиться чего-то. У них меньше может быть мотивации к образованию, например, или к тому же труду. То есть более выгодные стартовые условия создают такую ситуацию, когда ребенку или подростку, или даже взрослому человеку как бы не к чему стремиться. Здесь, знаете, это как, например, мальчику из неблагополучной семьи, попавшему на улицу в 10 лет, и мальчику из благополучной семьи, у которого мама с папой и в 16 лет не выпускают одного погулять, а провожают его за ручку до школы. Кому мы можем позавидовать? Казалось бы, вот, там, ребенок действительно оказался в 10 лет на улице. Но посмотрите, чего он достигнет к 16 годам, насколько он станет самостоятельным. Да, свои риски в его жизни тоже присутствуют. Безусловно, он может попасть в плохую компанию, может научиться курить, попасть на, там, сесть на наркотики или еще что-нибудь. Но если он сумеет это преодолеть, то тогда к совершеннолетию он окажется на две головы выше домашнего мальчика, который ничего этого уличного в жизни не видел. То есть другие начальные условия дают другую мотивацию к жизни. И если вы правильно распорядитесь тем, что у вас есть, а я сейчас с трудом могу себе представить людей даже в бедной семье, которым просто реально, допустим, нечего есть. Все-таки уже несколько поколений прошло с тех пор, как голод в нашей стране был полностью преодолен. То есть это не значит, что вам нечего есть, что вам нечего надеть. Сейчас у нас совершенно другие критерии бедности, чем, например, были 200 лет назад, когда бедные люди реально умирали от голода. И то, как вы сейчас живете, даже действительно не считая себя, являясь бедными, для людей, живших 200 лет назад, показалось бы верхом благополучия и пределом мечтаний. Проблема еще в том, что в материальном мире мы никогда не можем быть до конца удовлетворенными. Понятно, что уровень проблем разный. У кого-то там есть нечего, а у кого-то икра разного размера, или как там в одной шутке говорится. То есть уровень проблем может быть разный, но так или иначе, достигая какого-то материального уровня благосостояния, человек все равно стремится к большему, и если он неправильно к этому относится, начинает страдать от того, что, не знаю, там, самолет у него не той системы. И у соседа, и у партнера гораздо более крутой самолет. Вы об этом сейчас не мечтаете. Вы мечтаете о том, чтобы вам было вкусно что-то поесть на ужин вместо пустых макарон. Но получив что-то плюс к пустым макаронам, вы начнете мечтать о большем. То есть предела материальному потреблению не существует вообще. И поэтому человек, который стремится к этому всем сердцем, который видит в этом Бога, который надеется на богатство, ему действительно оказывается трудно войти в Царствие Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok